I have ways of blowing things up Здорово, ребятушки, с вами Ладушки Dishonored 2, давайте уже штукой скорее подыму А, потому что такой скрип неприятный создает Я вот только загрузился, оно мне сразу по ушам Вот, так, эти штуки у нас не открываются Джей, да, амулеты, амулеты, давайте посмотрим Амулеты Милость бездны, иногда серостистные умения не расходуют манну Окей, и в коробке может оказаться плюс один пистолет Плюс одна пистолетная пуля Окей Удача дуэлянта Ну хорошо, два из пяти, супер То есть, потом как-то все можно раскачать, развить Теперь, что мне интересно, умения у меня же появились, наконец-то Да, у нас появилась опять А вот это что Изгиб времени Остановка времени Относительность Двигаетесь быстрее относительно времени Длительный изгиб времени Увеличивает продолжительность изгиба времени То есть, у нас есть умения И теперь не просто апгрейд этого умения А разные бафы этого умения То есть, можно увеличить в ту сторону, куда мы хотим Окей, я понял Я понял У меня, кстати, две руны есть Ух ты, это прикольно Перенос с атакой Бросайте врагов Атакой сразу после переноса Перенаправления переноса Если вы не двигаетесь, нацеливая перенос Время замирает А, вот это интересно, кстати Увеличенный Вот мне увеличенный нужен Четыре Четыре, Карл Так, вселение Цепь носителей Переходите между Это, кстати, может быть полезно Наверное Будет стоить ведро манны Вселение в мертвеца Селятся в трупы Окей Это, наверное Вот знаете Учитывая мой стиль игры Наверное, это было бы неплохо Длительное Увеличивает продолжительность А вот это нужно И в человека Угу То есть Цепь мне вряд ли понадобится Ага, ага, ага Зрение Улучшенное темное зрение Увидеть сквозь стены Вещи защищенные И защитные механизмы Вы видите Маршруты И точки назначения Врагов Не уверен Что хочу Это крысы Кстати, крысы Я использовал там Практически под конец Прошлой игры Но на самом деле Мне понравилось Как это все выглядит Жадная стая Чем можем сделать Стратегически Большая стая Размер Размер стаи крыс Размер крыс увеличивается Заклинатель Которая следует за вами Ой, неплохо Вы призывайте Две крысиные стаи Меньшего размера Это для одновременного Устранения Двух противников Так Это мы с вами Все читали Теперь Мне показалось Что у меня на седьмое Умение какое-то Появилось Знаете Так Перенос нужно увеличивать Это просто Стопудово Поэтому мы сейчас Две руны Которые у нас есть Мы их никуда Не деваем Ничего с ними не делаем Копим третью Увеличиваем перенос Без этого Ну это просто база Дневник А, мы тут можем Свои записи делать Новый год Для большинства людей Новый год Это новые надежды И ожидания А для меня Невыносимые воспоминания Связаны с этим праздником Сегодня третий день Месяца земли День рождения Джессамины В этот день Мы еще До восхода солнца Выходим на Куда На ялике А, на ялике На реку Взяв с собой Бутылку Хорошего Игристого вина Просто для того Чтобы вместе Встретить рассвет А потом Она Погружалась В отворот Своих дел И Обязанностей Согласитесь Слово ялик Не каждый день Услышишь Поэтому Столько лет прошло Отчего же Я все еще Думаю об этом Годовщина Самое тяжелое время С каждым днем Приближается Годовщина смерти Джессамина Я все заново переживаю Если бы я пришел На минуту раньше Если бы я знал О Дауде Если бы я чуть сильнее Быстрее Умнее В том то и дело Да чувак Ты вообще никчемный Если бы Так 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 Если бы Если бы Только Только что Она была здесь А через мгновение Умерла на моих руках И я ничем Не мог помочь Да я все еще скорблю Весь мир Причем тут весь мир Скорбит Блин И в день ее смерти Звучат скорбные Речи И фанфары Потому что Блин Вы правительство И вы Это все учредили Как день памяти Так может народ Уже давно забыл бы о ней Да Ладно На краю света Бесчестие Ну типа Дизонард Обесчищенный Ну да Да Хорошо Оно преследует меня Все эти годы Джессамина И я Оказавшая всего На миг Теперь Эмили Это ведьма Что? А И я Опоздавшая всего На миг Теперь Эмили Это ведьма Далила Я никогда Не видел Столь мощной Магии Она вырвала Метку черного И превратила Эми в камень Я найду способ Развеять эти чары И развеять Далилу Вместе с ее Сообщником Герцогом Абелли Ну да Они Поплатятся За зло Причиненное Эмили Для начала Я разобрался С этим Харьком Рамзи Харьком Блин На стороне Медалилы И герцога Все империи Считает меня Королевским Убийцей Да нет Чувак А теперь Я буду А теперь Я бегу Прочь Из Даунволла На родину Как странно Писать эти слова Капитан Меган Фостер Говорит Что она Дружна С Антоном Соколовым Старым Придворным Лекарем Тьфу Блин Покзас Лакеем Я верю И потому Что у меня Нет выбора Пока Что Пока что На самом деле Вот этот вот Почерк Который здесь Он отвратительный Мы идем На серконос У меня есть Время Все обдумать Мне нужен план План Как спасти Эмили И свернуть Далилу С украденного Ею трона Бездна Я уже почти забыл Каково это Спускаться в бездну Это чувство Тошноты Как при падении Словно все Что мы знали Наскучило тебе И чужой Его мертвые Глаза Бездонная Чернота Разумеется Он предложил Мне тот же Дар Я хотел Отказаться Просто чтобы он Знал что я не Играю в его Игры Но потом Вспомнил Эмили В магической Ловушке Далилы И согласился Что угодно Лишь бы Это можно было Использовать Против Далилы И герцога Так Чтобы победить Их Спасти Мою дочь Если за этот дар Придется заплатить То надеюсь Цена не будет Чрезмерной А ты еще и надеешься На то что цена Не будет чрезмерной Ага Чего мне будет Ну он такой Давайте я продам Душу А может я Немножечко Поторгуюсь Может я потом Еще это Смогу обратно Получить Ну такой Чего мне будет Стоить еще Один дар Голос моей Любимой Джусамина Заключенный В странное Устройство Что скрывало Мое Одиночество 15 лет Назад Скрашивало Я Пытался Забыть Но как Приятно Снова Поговорить С ней И все же Это Неживой Человек Наконец Мы приплыли В Карнаку Точки Вообще Не видно Чисто по большим Буквам Ориентируюсь Блин Не знаю Отвратительный Текст Я не уверен Что я хочу Его читать Дальше Который Будет записи Делать Но мы посмотрим Я много лет Не был В этом городе Здесь Меня Никто Не ждет Люди Герцога Тоже Так Ладно Минуточку Ребят Хотя ладно Вот это Я думаю Может какая-то Заставка Будет Сейчас Сейчас Секунду Я вам уже Говорил В предыдущей серии Меня ужасно Бесит Вот смотрите Прощай Карнак Или прощение Музыканта Вот смотрите Текст начинает Вот так вот Вращать Вправо Влево Вправо Влево Кто Блин До этого Додумался Смотрите Вот он Вот так Начинает Вращаться Это Это просто На самом деле Укачивает Ты пытаешься Сосредоточиться На тексте Не чувак Давай мы его Тебе перед глазами Качать начнем Я не могу Я не могу Это Отключить Я только что Ходил В опции Перековеркал Там все Возможно Я просто Не нашел Надо будет Еще раз Может Посмотреть В ютубе Как это делается Я хочу Отключить Эту опцию Если она Есть Я надеюсь На это Хорошо Прощай Карнак Карнака Или Прощание Музыканта Двенадцатое Мне сказочно Повезло И я достал Билет На приличный Корабль Даморли На его борту Написано Падший Дом Что бы это Значило Я не рискнул бы Спросить капитана Эту Леди Фостер На вид Она из тех Что выбрасывают Назойливых Пассажиров За борт Без лишних Разговоров Четырнадцатое Прощай Карнака Я не буду Подти скучать Здесь наступают Тяжелые времена Даже не знаю Что невыносиме Круглые сутки Вдыхать Рудничную пыль Или постоянно Слышать бред Герцога Луки Абелли Из каждого Уличного Громкоговорителя В каждом Бэбаре В каком Бэбаре Я не играл Всегда Какой-нибудь Пьяный Попросил Мне исполнить Песню Прославляющую Герцога Или наоборот Клим Мящ Его позор И меня очень Скоро Стало Тошнить От этого Я буду В Морли Через несколько Недель Плюс Минус Пара дней В зависимости От ветров И течения Мне придется Мне нравится Общество Капитана И еще одного Пассажира По-моему Какой-то Ученый Из ТВ Э, это не тот Который дом Снимал У которого Мы рыбу Нашли Не Ну возможно По мере сил Я стараюсь Помогать на корабле На кухне В упорке И мелком ремонте Вечером Играю для них На гитаре Надеюсь Меня не бросят Акулам Когда узнают Что я нищий Банкрот У меня нет денег Чтобы оплатить проезд Когда мы прибудем В Морли А это так делалось Оплата была На выходе Как это Блин По-моему Это неправильно Хорошо Девятнадцатое Похожая морлийская еда По вкусу Капитану Фостера И нравится Что я добавляю Много сахара И чуть-чуть виски Во все блюда Хотя в конце недели Она ворчит Что я израсходовал Слишком много припасов Что логично Двадцать четвертое Я провел Ночь на палубе С Меган И Антоном Хотя тот Проспал Все время В кресле Завернувшись В одеяло Из козьей шерсти Такой грязный Словно его не стирали С тех пор Как оно было козой Это неплохо Кстати Я играл на гитаре И пил с Меган Ром и виски Пел грустные Старые Серкамские баллады И называл Звезды смешными именами Она даже пыталась Подпевать мне Когда уже Немало Выпила Но большую часть времени Просто слушала Сказала Что у меня Такой же голос Как у одного человека Которого она Когда-то давно Знавала Время от времени Я слышал Как она Ставит В своей каюте Одну и ту же Старую аудиограмму И пытался угадать Тот ли это человек Которому она говорила Наверное Я ревную Двадцать восьмое Вот дурак Я пытался Поцеловать Меган В машинном отделении Она даже не ругалась А просто улыбнулась Мне грустной улыбкой Словно Наивному ребенку Который еще Верит В домовых Завтра мы прибудем В морле Я постараюсь исчезнуть По возможности Незаметно Я решил Оставить из своей Серкановского гитару Как сувенир Единственную плату Которую могу себе позволить Надеюсь Она простит меня И найдет Того Кого ищет Вот кстати Гитара Да Играть мы не умеем Хорошо Чуть-чуть истории Мы узнали Про 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 Да Кстати Просчет О Ограниченные средства Во дворце К этому не привыкли Ну вот Ну вот Все деньги Которые я наскребла Мы с Антоном Не Роскошествуем Фига себе Слово И вам тоже Не придется Подбирайте Все что найдете Ценного Если не считаете Это унизительным На эти деньги Мы купим Патроны И припасы Чтобы избавиться От самозванцев Они нам пригодятся Патроны Или самозванцы Ладно По всему городу Разбросаны Тайные лавки Черного рынка Ищите знак Изображение Две руки Оно означает Что поблизости Есть магазин Идите по знакам Они вас приведут Покупки на черном рынке Запрещены законом Но эти товары Могут дать Преимущество Против Армии Герцога Соколов Работал над этим Арбалетом Хотел сделать Вам подарок Если захотите Захотите его изменить В подпольных лавочках Вам с этим Помогут Меган А вот Собственно арбалет Почему над ним Работал Соколов И что он такого может Пока что это Просто арбалет Ну ладно Давайте сохраним Все блин Выход из каюты Заняло у нас Не знаю 35 лет Хорошо Давайте походим Посмотрим Список дел Починить все Что поломано В комнате Антона При похищении Уже пара Уже пара недель Прошла Нет Вычеркиваем Не раньше чем Я верну его домой Он еще вернется Антона похитили О Теперь мы это знаем Разблокировать Дверь кладовой Похоже что-то упало И подпирает ее С другой стороны Надо Распродать Распродать Все что там Хранится Чтобы хоть Немного Заработать Оплатить Портовый сбор И дать на лап Этим Блюдкам Из гвардии Пока они Не догадались Кто мы Пассажир Все сделаю Когда будут Деньги Не знаю То есть Пунктирчиком У нас Там окошко Есть Ну туда Как-то Можно пробраться Значит Пунктирчиком У нас Разработаны Ну разработаны Помечены Второстепенные Задания А Собственно Черточки Возвращаться В город Подумать Только В прежние Дни Мы бы сидели Не высовывали Да В прежние Вот деньки Это было Не то что Ой Тут у нас Гальюн На корабле Должен быть Гальюн Хорошо Что об этом Подумали Хорошо Починка Вспомогательного Двигателя Антон Твоя идея Улучшение Прокладки Головки Блока Цилиндров С помощью Гуану Это худшая Твоя идея Ты у меня Будешь спать В машинном отделении Если до завтра Не починишь Все что натворил Меган Если бы Все изобретатели Были такими же Нездержанными И вспыльчивыми Как ты Мы бы до сих пор Плавали в лодках Долбленках Меган Я приготовил А это типа Я приготовил Тутовый пирог Тутовый Это шелковичный Что ли А ну да Это мой собственный Рецепт Улучшенный Улучшенный Тивийскими Пряностями Я оставил Его на Камбузе Антон Ты где Старый Дурак Надеюсь Ничего не Случилось Келянов Тебя на еду Тебе не хватает Значит да Антона Все таки Похитили Он Я не понимаю Пока что Каким образом О арбалет На это я возьму Каким образом Если Антон У нас Был в почете Он у нас Был Он был Нашим помощником Он всякое Такое Каким образом Он из Придворной Личности Превратился В корабельную Крысу Ну я понимаю Что он тут Типа На пару С вот этой Вот дамочкой Так там Туда нам не надо Я вспомнил Они там Развлекались Все дела Ладно Ну ладно Пойдем сейчас Я думал Когда наверх Сходим Пойдем сейчас Сходим Нам нужно будет С ней поговорить Еще Так 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 Вот так Вот сюда Можно и попасть Вы там Распродавайте Это барахло Собрались Извините Я его буду Распродавать Ну В принципе Было очевидно Что через окно Антон Соколов Глава 15 Воспоминания Путешествия На Пандусию 3 Или З Не знаю На рассвете Я отправился На поиски Припасов С группой В которой Вошли Еще Двое Натурофилософов Четверо Членов Команды С помощью Мачете Мы расчищали Путь Густой Растительности И медленно Продвигались Сверх По крутому Склону Нашей целью Было Сбор Сбор Образцов Местной Растительности Для научно-исследовательских Журналов Я укладывал Листья И стебли Между страницами И описывал Экземпляры Которые Как я полагал Раньше Не попадались На глаза Ни одному Человеку И вдруг Юный Грейвет ГН Я не знаю Кто такой Ну Ладно Из академии Стал прыгать И издавать Дикие крики Я К несчастью Он выбрал Неудачное место Для Очередного Шага На него Набросились Агрессивные Существа Похожие На муравьев Их было Столько Что они Полностью Покрыли Его Наконец Нам удалось Освободить Гревита От насекомых Получив Несколько Весьма Чувствительных Укусов Гревит Был Искусен Или точнее Изжален Практически До неузнаваемости Каждый Моего тела Распух Словно Стая Больны Словно Больной Бык Он Испустил Дух Еще До того Как мы Успели Донести Его До пляжа К счастью На нем Осталось Еще Несколько Насекомых И мы Собрали Их Для Коллекции Вот Не фиксовать Ноги Куда Ни Ноги Оп Я тоже Возьму Пустые Бутылки У нас Тут Пустые Бутылки Стоп А Сердце Это у нас 5 Почему Поменяли Руна 43 Это моя комната Минуточку Руна В машинном Отделении Вы мне Хотите Сказать Нет На берегу Руна Недалеко Хорошо Все Я рад Что мы Туда Сходили Наверх Там Я думаю Наверху Еще Что-то Будет Ну Давайте Пока Сходим Поговорим Хорошо Расскажу Все Что Знаю Хорошо Это мы Читали Это Про Убийцу Убийца Так Тут у нас Камбуз На Камбузе Харчик Да Ничего Такого Грушевая Газировка Ладно Мы В пути Уже Две Недели Надеюсь У Соколова Все Хорошо Где бы Он Сейчас Небыл Карта Из-за Сторожевой Вышки В Аддер Мир Можно Попасть Только Через Стоянку Экипажей Антон Соколов Вайва Соколов Так А Почему Его Похитили Они Убили Раньше Казалось Что Соколов Не Стареет А Не Теперь Королевский Убийца Слишком Небрежен Но Он Справился С целью Запугать Людей Ну Вот Собственно Про это И был Ладно Давайте Мы с ней Потрящим Так Кое Что Я Понял Ну Что Вы Соколов Здесь Делали Вот Этот Вопрос Я Тоже Себе Задаю Старик Любил Карнак А Когда Узнал Про Заговор И Королевского Убийства Далила Мисит Сверху Решил Предупредить Вас Я Знал Что Ситуация Наколена Коррупция Уличные Стычки Такое Случается С этим Должны Справляться Местные Власти Вот Такие Вот Уважаем Бездействовал И По всему Выходило Что Он Стоит Во Главе Заговора Соколов Был Потрясен А Его Сложно Чем Удивить Сами Знаете Мы Готовились Отплыть В Данол Но Не Вышло Убийца Да Люк Распахнулся Соколов Закричал Я Увидела Только Что Его Тащат По Палубе Я Следовала За Ними До Адар Мир Ского Института Там Заправляет Гепатия Может Герцог Пользуется Услугами Ее Пациента Королевского Убийцы У нас Будет Вот Этот Мозговой Штурм Доска Стеклянные Террасы Я Проберусь Туда И Уничтожу Убийцу Станет Ли Алхимик Мне Помогать Не знаю Но я Постараюсь Выяснить Что С Соколовым Не стану Желать Вам Удачи Зачем Вам Это Но Когда Закончите Дела В институте Отключите Вышку Подведу Лодку Ближе Понятно Хорошо Прежде Чем Я Покину Серконос Я Встречусь С герцогом Абели Лицом К лицу И Он Ответит За Все Дали Дали Высильна Странно Что Я Ни Разу Не Сталкивался С ней Прежде Рамзи Что Мортимер Рамзи Делал В Карнаке Мортимер Рамзи Титулованный Сын Титулованных Родителей Только Благодаря Таким Как Ты Герцог Смог Осуществить Переворот Видишь Адер Мирский Институт Здесь Уже Давно Но Когда Я Жил В Карнаке Кипать И Еще Не Было Так Полты Я Заберу Соколов Или Паяет Или Рисует Или Кутит Напрополую Соколов Соколов Занят Делом Не То Что Ты Занимаешься Всякой Фигней О Там Там Что То Есть Рассказы старинной Соколова. Он же побывал даже в Пандусе. Но, пожалуйста, не верьте никому. Вот ты где, старик. Мне велели нанести тебе визит. Постой, ты что такое? Меган! Идем, Соколов. Нам надо поговорить. Это что за голос? Почему он напоминает старую ветошь? Хотя ее мы убили, я точно знаю. Так, ладно. Записка Соколова и изучение трупных ос. Я даже стал подумывать о новой книге. Исследование эпидемии трупных ос, сопровождаемое основными сведениями об их жизненном цикле и поведении, могло бы стать отличным проектом для старого натура-философа. Трупные осы, экзотические насекомые, подобных которым нет в других местах Сирконоса. Подозреваю, что они занесены из Пандуси. Они совершенно безобидны в группах. Не более трех особей. Одиночные особи не нападают. Из чего я могу сделать вывод, что каждый насекомый выделяет пахучее вещество, которое оказывает воздействие в больших скоплениях. Трупных ос привлекают резкие движения и звуки. Если разрушить гнездо, из него вылетит рой, рой, гнезда весьма уязвимы для огня. Некоторым нужны свежие трупы для откладывания... А, насекомым нужны свежие трупы для откладывания яиц, которые через очень короткий промежуток времени проклевываются, увеличивая число трупов в Сирконосе. Например, во время чумы приводит к увеличению популяции трупных ос, что логично. Интересно, что последние стадии жизненного цикла осы совершенно спокойны. Отделившись от троя, они линяют, теряют крылья. Далее каждая оса живет в уединении. Очень странно. Обитают трупные осы только на юге. Предпочитают теплый климат, как и некоторые старейшие натура философа. Это он про себя. Хорошо. Почему старику нельзя провести последние свои годы в теплом местечке с хорошим вином и острой пищей, не попав в очередное гнездо гадюк аристократов, стремящихся обвиться вокруг моего сердца империи? Я узнаю все больше. И вот уже несколько месяцев не проходит и недели. Вот уже несколько месяцев не проходит и недели. Вот это вот оборот. Ладно. Чтобы мои мысли не возвращались к тайным интригам, творящимся здесь в Карнаке. Герцог Лука Абелле, приближенный в число которых, кажется, входит даже капитан Мортимер Рамзи из Донвольской городской стражи. Какое умопомрачительное предательство. А сколько еще людей в этом участвует? Их цель наша дорогая императрица, юная Эмили. В этом нет сомнений. Но когда и как они нанесут удар? Смею Илья провести еще один месяц в поисках разрозненных сведений, увязывая их с тем, что нам уже известно, есть ли у нас хотя бы неделя. Или мы с Меган должны сегодня же ночью отправиться в Гристаль через канал на этой дырявой посудни. Корва не станет колебаться. Он начнет действовать немедленно. Стоит мне рассказать все, что я знаю. Моя спешка может означать его гибель, если он придет в родной серконос, имея ключевую информацию об этом деле. Кроме того, следует опасаться королевского убийцы. Если этот негодяй является, как я подозреваю, частью заговора герцога Луки Абелле, то скоро падший дом привлечет внимание герцога. Уже привлек. Я не знаю, как вас до сих пор не арестовали. Ладно. Хорошо, это была комнатка нашего этого старого натура философа. Как он себя называет. Идем наверх. Сегодня у нас такая читабельно-познавабельная серия. Я уж даже... Так. Верхняя палуба, между прочим. Воу! А, это сюда. Я думал, просто выход в никуда. Так этот я тупанул. Шлюпка. Где там? Вы хотите сказать, в воде? Там киты плавают. Жжи на юга. Моя родина. Ай, черт с ним. Я об этом пожалею. Ну вот, руна. Так, ладно, всплываем. Нам нужен воздух. В чем она там? Э, 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 ты не сразу набрал? Да ну, блин, ты что делаешь? Я думал, ты хлепнул воздух, и у тебя все хорошо. Как мне до этой чертовой руны добраться? Я не знаю, что тут еще есть. Пока что просто валим. Так, Джей, мы можем сразу же, сразу, да, 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 умение. Сразу же улучшить наше передвижение. Так, это у нас увеличенный. Увеличивает дальность. Блин, он четыре стоит. Перенаправление переноса не хочу, удар не хочу. За счет перенаправления, ну, я подумаю, блин, мне еще одна руна нужна. Я что-то... Я думал, что мы уже в порядке. Ладно. По крайней мере, мы про нее не забыли. Все, валим отсюда. То мы вот прям реально засидели здесь уже. Вези нас. Там крысы какие-то, ну, пофиг. Высаживаю вас в доках. Оки-доки. Отправляемся. Я готов. Старый город, наверное, сильно изменился. Ну, в путь. Ну, снова в бой. Масочка, масочка. Руны и амулеты издают едва слышный звук. Он офигеть, какой громкий, если что. И раздражающий. Ну, это сделано специально, чтобы ты взял поскорее. Хотя, вот это раздражение... Ну, ладно, такое дело. Так. Я бы довезла вас до Адермира, но там усилили охрану. Воткнули староживую вышку. Придется вам ехать на экипаж. Так, староживую вышку нам надо вырубить. Это она сказала. Да, это я помню. Надо будет этим заняться. Хорошо. Герцог Сирконоса многие годы строил карнаты. А Лука, едва получил власть, тут же начал вытягивать из города богатство. Все упустил на оргии и пиры. Я помню герцога Теоданиса. Славный был человек. По дороге будьте начеку. Герцог отдал весь город на отпуск гвардейцам. Они могут напасть на вас. Я о себе позабочусь. Славное место. Соберитесь в Адермира, уничтожьте убийцу и узнаете, где сейчас Соколов. Думаю, гепатия должна вам помочь. Она славная. Увидимся в Адермира. Когда я отключу сторожевую вышку, сразу подгоняйте шлюпку. Окей, давайте в пяточку. Хорошо. Ну что ж. Нас встречают крысы. Найти черный рынок. Чуваку, явно хорошо. Давайте быстренько осмотримся. Не видно ни чертушечки. Ну ладно. Так. Три это простые дротики. Четыре это... Это зажигательные улеусыпляющие. А так. Там... Хочет, чтобы я за жилье вовремя платил. Ну ладно. Только все платить не буду. А кто мне что-то... Ну... Там вдалеке уже Адермир. Может, еще немного. Зараза, свет удивительный, но я сейчас ослепну. Да я тебе говорю, слишком светло. Как сияет океан. О. Так. Ну хорошо. Здесь у нас... Я тебя не знаю. Не стоит сейчас приезжать в Карнар. Я тебя понял. Это про наш корабль, если че. Это они собираются... Гвардейцы это не понравится. Только про меня не знаю. Нелегальные лавочки. Слушай, извини за эту ссору. Я понимаю, что стенальными не стоит враждовать, но они не главные на черном рынке. Они просто получают долю от магазинов. Да, если гвардейцы поймают нас, то проломят голову или ограбят. Но они в любом случае это сделают. Мы тут новенькие. Мы выбрали неудачное время для переезда в Карнаку. Нам придется пускаться во все тяжкие, чтобы удержаться на плаву. Даже торговать на черном рынке. Так что я найду по лавочке в каждом квартале этого гнилого городка и познакомлюсь с торговцами. Вотрусь к ним в доверие. Ты моя любовь, моя драгоценность. Даже если я кричу на тебя. Даже если... Ты моя любовь, моя драгоценность. Даже если я кричу на тебя. Даже если ругаюсь и швыряю предметы. Когда вернусь домой, можешь на мне отыграться пейсли. Если бы только у меня была своя лодка. Посмотрим, что это у тебя. Вот это жизнь. Надо в доктору сходить, что в такой нам, это по-моему не... Здорово, здорово. Раньше здесь так не было. Это я тебе говорю. До всего этого я на корабле работала. На большом. Не читала вашего. Надо бы новое достать. Не да, кстати... Мне кажется, что это не так. А что ты до сих пор не уплыла? А что ты до сих пор здесь-то? Руны, руны... Не знаю, на самом... Руны очень много. Вот, 30 метров. Она прямо здесь. Это... Это же не кит. Вы посмотрите на эти зубы. Это же явно что-то хищное. Это акула. Вы спрашиваете что-нибудь. Хоть раз скажи мне правду, ублюжек. Сколько ты за это получишь, Рамос? Моя, ни слова больше. А-а-а. Все назревает конфликт. Пора его проучить. Сучи срезняк. Подлый говнюк. Ты своих людей предал. Ну все, вы меня достали. Вы виноваты. Труп? Чем дело? Вы что-то... Что? Помогите! Люди! Кто-нибудь! Ну, я не знаю. Возможно, это не мое дело. Все дела. Но... Он начал людей крошить. Так. Вполне можете сейчас сказать, что это была неоправданная жестокость. Да. Сейчас-то мы, кстати, можем... Рун тут, кстати, я вижу больше, наверное, будет, чем в прошлой игре. Посмотрим. Еще очень странно, что наше умение передвижения находится почему-то аж на третьем месте, а не начинается сначала, хотя это наше первое базовое умение, которое мы даже не выбирали, нам его дали. Так. Увеличенный перенос даль... Увеличение дальности переноса... Да, пожалуйста. Согласен. Маску носишь. Да-да, нашусь. Боишься, что узнают? Очень боюсь. Так, тут есть еще одна такая акула. Трупные осы. Понятно, понятно. Пока нету опасности, я, наверное, буду ходить здесь с сердцем, чтобы ничего не пропустить. Пока сердце отсутствует, я хочу заявить следствие... У вас тут все хорошо? Которые по приказу высшей императрицы Эмили Фолдуин организовал высший защитник короны Корма Атана... Эй, найдется что для меня? Будет останавливать и доброжить... О, ты сама доброта, спасибо. Что? Нужно тебе засветовывать? Надеюсь, помощь тебе не понадобится. Блин, а ты... Я что, начал у него забирать вещи, он не договорил? Блин, надо быть осторожней. Так, руна вон, прямо надо мной. Как попасть в это надо мной? О, кстати, вот эти руки. Это же есть черный рынок, нет? Черный рынок. Здесь торгуют оружием и снаряжением. Заходи. Если ты здесь, значит и торговать с тобой можно. Руна. Ее можно купить. Снаряжение улучшения. Так, снаряжение, погоди. Вот это. Ты не пожалеешь. Я это сразу буду брать, потому что... Поиски затнувших припасов. Двое рыбаков рассказали, где... Назови. Утонула лодка с припасами. Не надо. Это та лодка с припасами, с которой я уже забрал руну, мне кажется. Не хочу. Спасибо. Так. Это я все брать не буду. Теперь улучшение. Посмотрим. У меня найдутся кое-какие чертежи для тебя. Точный арбалет. Точный с прицельными пристрелями. Из арбалета повышено. Летят быстрее и дальше. Перезарядки. Здесь легко дышится. Я-то Маринок. Он и акул. Это хорошо, что мы договорились. Я буду покупать улучшение. Я не должен вести дел с чужаками. Ну таки не веди. Так. Хорошо. Это я вышел сюда. Да, понятно. Так. Мюночку, давайте в темноту зайдем. В темноте это все лучше видно. Что у нас осталось на этом уровне? Руна там. Руна 84 метра. Руна 82 метра. Руна 79 метров. А почему они отображаются по-разному? Ну хорошо. Пойдемте. Я думал, мне тут будут... Думал, будут отображаться амулеты. Медленно и не подходи близко гнезда. Мы даже не знаем, есть ли там деньги. Ясно только, что хозяева умерли и что там полно трупных ос. Где, 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 где? Карл, если там пройти, то выйдешь уже за световой стеной. О! Если ты правда хочешь выбраться из города, это наш шанс. Нет, нас скорее закусают до смерти. И в нас вылупится новый рой, который сожрет следующих идиотов вроде нас. Там можно пройти, выйдешь уже за световой стеной. Вы, и после них отстали слишком здорово и не разумеет. Мы идем в другой способ заработать. Другой способ перебраться через световой стену. Так. Тут полно трупных ос. Мы не с... Оу. Тут все заражено. В детстве мы кидали камни в такие гнезда. Главное не суетиться и не подходить слишком близко. Все просто. Главное не суетиться и не суетиться. Там эликсир. А, ладно. Может оно того и не стоит. Амулет здесь. Скажите мне, пожалуйста, возможно я сейчас совершаю ошибку. Нет, это не ошибка. Сколько у меня один остался в зажигательной, да, еще? Блин, мне надо было... Теперь я это вижу четко. Мне надо было купить зажигательных дротиков, черт побери. Так. Я забыл, что я могу так делать, черт побери. Мне просто от напряжения немного это... Я забыл, что я умею так поступать. Ой, блин. Чуваков там колбасит по полной. Они застрелились, если что. Тяжелый кошель. Блин, вот эту фишку с осами она мне не нравится. А-а-а. Оскверненный амулет. Тож тебя так... Стойте, а туда... Это... Слышь, блядь, блядь, блядь. Там ключ! Отчего это был ключ? Предметы. Ключ от подпольной лавки. Я не знаю, может он мне потом где-то как-то пригодится. Я надеюсь, что я не зря рисковал. Сыпляющие дротики у меня появились. Монеты. Я могу их просто мечом разбивать? Чёрт! Я думал только сжигать их можно. Чего вы мне сразу-то не сказали? Так, ладно. Теперь я себя чувствую немножечко получше. О, тут можно почитать. Заметки об опытах с трупными осами. День первый. Мои планы исполняются скорее, чем я ожидал. Вчера вечером на улице я наткнулся на дохлую собаку. Трупные осы нашли, видимо, всего лишь днём раньше. И мне удалось извлечь из трупа неповреждённые личинки. Я держу их в тепле под бараньим боком. Бараньим бок? А, чё? День второй. Получилось два экземпляра. Вылупились ночью скорее, чем я мог ожидать. Они очень активные. Приходит возбуждение при моём приближении. День седьмой. Я не думал, что такое возможно. Но они увеличились в размере почти в четверть с тех пор, как я их нашёл. День десятый. Гнезда всё ещё нет. Что серьёзно подрывает мои надежды на получение кровавого янтаря. День одиннадцатый. В тот момент, когда я собрался отправляться на поиски матки без особой надежды на успех этого предприятия, у моих ос начался процесс, который выглядит многообещающе. Одна перешла в стадию спячки, а другая лихорадочно чем-то занята. Пережёвывая кусочки дерева и листья, и отрыгивая их вокруг первой, они чему-то готовятся. День пятнадцатый. Как я и ожидал, вторая оса вышла из спячки, увеличилась в размерах, распухла. И переобразилась. В отсутствие матки они... Эта парочка сделала свою матку, хотя вряд ли кто-нибудь... Я когда-нибудь узнаю, чем обусловленных выбор. Она прекрасна. День двадцатый. Рой и гнездо чрезвычайно выросли. Я пока не знаю, как мне добраться до янтаря внутри гнезда, но что-нибудь придумаем. Это ты, тварь, тут всё сделал, да? Морковку поем хотя бы. Это из-за тебя тут столько ос. Ах ты ж. Так, дальше я уже пойти никак не могу. Это верхний этаж. Хорошо, что мы сюда пришли. Пусть даже таким путём. О, зажигательные. Письмо соседям. Презренные соседи, вы силой выгнали меня из нашего дома. Вы заперли лучану внутри. Обращайтесь с ним, как с больным животным. Да, и вы ужалили трупные осы, но он здоров, как акула. И когда он придёт в себя, вы обо всём пожалеете. Я отправила детей к своей маме, а сама останусь тут. Говорите, что хотите, но я его не оставлю. Вы можете запереть в меня, раз так боитесь. Плевать мне на вас. Пусть вас всех бездна заберёт беттина. Но ты тоже превратилась в тело труп. Да, кстати, это был тогда, получается, единственный способ, как сюда добраться. Понятно. Блин, я могу их просто мечом разбивать. Это, на самом деле, проще. Может, тогда вернуться и посмотреть, что там было. Ну-ка, а что тут? Просто печатная машинка. Я, получается... Ну, это был бонус. Я там нашёл ключ. Мне дальше явно вот сюда. Дайте я... За мной охотятся половины империи, и я почти хочу, чтобы... Чтобы что? Чтобы тебя поймали? Чтобы тебя увидели? Так, ты у нас застрелился, да? Тут ничего вроде как нету. Там можно было выйти просто на улицу. Это я понял. Груша, чеснок. А вот я теперь не знаю, есть ли там внизу что-то. Блин, ровно туда 47 метров. Это улицы, и я на улицах не был. Я вышел за световой стеной, как мне то и обещали, да? О, я понял. Значит, давайте я схожу ещё вот сюда. Я не знаю, что там. Мне интересно. А-а-а! Я понял, что здесь. Это... Это её тут терзали. Я проходил... Да, это я вот тут вот прошёл. Ага, 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 ага. Всё. Сложилось. И потом я прошёл сюда. Я что-то немножечко запутался, но сейчас я уже понял. Теперь я могу просто пройти дальше на улицу за световую стену, и у меня будет всё нормально в жизни. Я так надеюсь. Получается, здесь... Э, а там что? Оттуда я не знаю, как попасть. Ну, ладно. Так. Ну что ж. Мы на улице. Давайте тогда... Давайте тогда на улице. Здесь вот с этого момента... На этом моменте мы пока что и остановимся. Пойдём исследовать всё остальное уже в следующей серии. Эта серия получилась, ну, возможно, не такая экшёновая, как мне бы того хотелось. Но мы дофига чего почитали, дофига чего узнали. Появились эти новые трупные осы. Ну, это окружение стало довольно-таки более интерактивным. Теперь из разговоров можно что-то узнать. Ну, не знаю, мне это нравится. Что тут чавкать уже? Всё, ребятки. На этом заканчиваем эту серию. Увидимся в следующей. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok